Помните, как я вначале написал определение х от альерра? Число успехов. Я ведь написал его, как сумму по i от единицы до n xy. А? А что такое xy? x от альерра и. Это что? x от альерра и. Нет, x. Нет, 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 нет. Омега, омега, это набор чисел, последовательных чисел x2 и так далее, xn. x1, x2, xn. Омега состоит из ноликов и единичек, правильно? Да. И вот мы складываем эти нолики и единички, получаем сумму единиц, по сути, которая и равна количеству успехов. А? А, да. Так. Но ведь если омега случайно, то и каждая x это случайно, правда? Да. Ну, мы там бросали монетку просто. Мы случайно получали то ли единицу, то ли нол. Давайте посмотрим x и t от альерра. Это случайная величина. Это случайная величина. Тоже случайная величина. Какие значения она принимает? Различные, уникальные. Вот как x принимала кучу разных значений, помните? x принимала значения 0, 1, 2, n. Либо 0 и 1. А x это от альерра. Либо 0 и 1. Ну, конечно, либо 0, либо 1. Давайте. Давайте. Ну, может равняться. Или как? Давайте я словами скажу. 0 принимает значения всего 2. Принимает всего 2 значений. 2 значений. Такая очень-очень простая случайная величина. А именно 0 и 1. Так. То есть, вот это, если хотите, y1, а вот это, если хотите, y2. И каждая эти двойки. Больше значений у этой случайной величины нет. Что нужно знать, коль скоро мы желаем вычислить математическое ожидание такой случайной величины? x и d. Вот что нам еще нужно знать, кроме того, какие значения она принимает? Ну, поопределим. Вероятность каждого. Вероятности этих значений, правда же? Да. Так. Внимание. С какой вероятностью эта случайная величина принимает значение 1? p. p, правильно. p, правильно. p2, давайте прям p2 лишь уравняется p. p2. Ну, нет, p2 не хорошо. p2 у нас другое. Но сначала, ладно. Не так. Вероятность того, что x и t. x и t, маленькая. Вероятность того, что x и t равняется y2, это, конечно же, p. p, она принимает значение единицы с вероятностью p. А с какой вероятностью она принимает значение 0? q. 1 минус p. Правильно, да. q или 1 минус p. Ну, я привык говорить q. q, это такой английский вариант. Можно еще по-французски там q. Но стало быть, чему равняется математическое ожидание x и t? Это надо взять первое значение 0, y1, да? p умножить на вот это самое q, на вероятность 0, да? И прибавить единичку, умноженную на вероятность единички, то есть на p. p. То есть в сумме получится просто p, да? Да. Математическое ожидание x и това – это p. Но x равняется сумме таких вот случайных величин. if n, да. Правильно? Мы же знаем, что мат ожидание суммы – это сумма мат ожидания. Ну да. Все. Мат ожидания x равняется сумма по i от единицы до n. Мат ожидания x и т.к. Каждый из которых равняется p. Ну, значит, в итоге получаем np и вся недолга. Никаких страшных вычислений. Ну вот, n слагаемого, каждый из которых равняется p. Это в сумме будет np, а?